Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Сегодня мы вместе с нашими гостями подводим итоги 22-й комплексной научно-патриотической экспедиции «Водными путями Великого водораздела М-100-2021». Еще раз говорю, 22-я по счету экспедиция. Мы работаем в прямом эфире, и я скажу, что вообще экспедиция продолжалась неделю, и вот буквально только что на этих выходных она завершилась. И сегодня в нашей студии те, кто принимал участие в этой экспедиции, ну и как бы партнеры нашего медиахолдинга, те, кто поддерживал эту экспедицию, делал так, чтобы путешественникам в походе было спокойно и, самое главное, вкусно, наверное. Я представлю гостей наших сегодняшних. Андрей Валерьевич Зиновьев, заведующий кафедрой зоологии и физиологии биологического факультета Тверского госуниверситета, руководитель экспедиции. Андрей Валерьевич, здравствуйте, спасибо, что сегодня с нами. Добрый день. Виктория Викторовна Тимкина, заместитель директора школы номер 17, участник экспедиции. Виктория Викторовна, здравствуйте, тоже спасибо, что пришли сегодня. И представители компании «Знаток», собственно, партнеры экспедиции, которая помогла путешественникам припасами, да, съестными припасами. Это Артур Северов, руководитель отдела закупок компании «Знаток», и Виктория Брехова. Здравствуйте, да, Артур. И Виктория Брехова, менеджер по закупкам компании «Знаток». Виктория, добрый день. Ну, да, о том, что компания «Знаток» партнер, я уже сказал. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить нам в студию, задавать свои вопросы участникам экспедиции или представителям компании «Знаток». Номер прямого эфира 300-190. Андрей Валерьевич, ну, к вам первый вопрос, да, по горячим следам. Давайте первые основные итоги экспедиции, вот буквально в эту субботу она закончилась. Закончилась она в Новогородской области, да. Всех ли поставленных целей задачи удалось достичь? Вообще, что, где были, что видели, расскажите. Мы прошли по реке Мсте, мы не все ее течение прошли. Мы прошли от места впадения реки Березайки, это левый приток реке Мсты у Березовского рядка. Там экспедиция стартовала 24-го числа и завершилась она у нас уже за Боровичами, то есть на их северной границе. Таким образом, прошли мы чуть более 100 километров и, в общем-то, посмотрели все те запланированные места, все те запланированные точки, которые были освещены в том числе в нашей предыдущей передаче. Я хотел бы сказать, что экспедиция состоялась, мы выполнили большинство поставленных задач. Это и оценка стоянок, причем со стоянками ситуация получилась очень интересная. Мы стоянки заранее не проверяли, ну, за редкими исключениями, а в этот раз планировали их со спутниковой карты. Оказалось, что спутниковая карта в этом смысле, вот в нынешнем своем состоянии, работает очень хорошо. То есть у нас не было никаких проблем со стоянками, то есть мы хорошо на них вставали, они были удачными, там была и вода, там был доступ к трассе для того, чтобы некоторым участникам сняться, а некоторым присоединиться к нам, такие вещи были. И, кроме того, мы не испытывали проблем стыковки водной части экспедиции, а у нас пешеводная традиционная экспедиция, в некоторых случаях автомобильная. В данном случае мы четко выходили друг на друга. Я вот шел по берегу большую часть экспедиции, кроме последнего этапа, и без всяких проблем мы стыковались. Таким образом, стоянки, состояние памятников, связанных с войной 1941-1945 годов и более ранних событий, хорошие, удовлетворительные, мы можем сказать. Мы возложили венки там, где это было запланировано, а кроме того, самое важное, наверное, мы пообщались с людьми, которые живут по берегам Мсты, и более того, мы завели новых знакомых, которые неожиданным образом, но вполне закономерным для русского человека, помогли нам пройти последний, самый сложный участок реки Мсты, который называется Горная Мста. Мы знаем, что в таких походах, и этот поход не исключение, всегда принимают участие дети. В общем-то, во многом для них подобного рода мероприятия организуются. Катерина Юрьевна, расскажите, это мое исключение не стало и этот год, да, ребят много было, в том числе из вашей 17-й школы. Вообще, зачем для них, им нужны подобные вещи, да, и масса впечатлений, наверное, да, у школьников? Да, в этом году, как и в предыдущие годы, у нас было много ребят. Детей, ну так скажем, до 18-летнего возраста у нас было 5 человек. Но трое ребят были те, которые чуть-чуть перешагнули этот порог, и вот все равно для нас они, конечно, были детьми и молодежью. Детки были не только из 17-й школы, были и дети из других школ, например, из 43-й школы. Вот, и, конечно, детям это все, ну, просто, просто необходимо. Ибо это дает возможность им быть очень долгое время на природе, быть в деле, в реальном каком-то деле, которое помогает им приспособиться к жизни в природе, смочь себя обиходить, обслужить, выжить, да, если это понадобится. Приготовить еду, согреться, развести костер, поставить палаточку, научиться этому, да и пересечь какое-то большое количество километража, не по автомобильной дороге, да, если вдруг такая вот ситуация возникнет в жизни, а вот с помощью реки, с помощью такой вот древней дороги. Впечатлений масса, я звонила родителям ребят, и с некоторыми ребятами непосредственно сама говорила, ну, и все они сказали, что мы в следующем году пойдем, несмотря на те трудности, которые были. Вот. Ну, и, наверное, в этом году было много ребят, кто в прошлом году и в предыдущих, в специальном. Да, да, у нас вот 4 человека, это дети, которые постоянно принимают участие в этих походах, в этих сплавах. Ну, а в этом году, да, я еще раз напоминаю, что за питание, да, за припасы в этом походе, походе нынешнего года отвечала компания «Знаток». Неделю продолжался поход, понятно, что консервы, да, они, ну, не на неделю изначально рассчитаны, жара была, конечно, да. Тем не менее, Артур, вот к вам вопрос, вообще сегодня современная консервная продукция, в частности, продукция компании «Знаток», сколько может храниться тушенка и другие припасы, и какие условия при этом надо сохранять? Ну, мы так считаем, что в походных условиях одним из основных продуктов, которые употребляют все, и взрослые, и могут употреблять, и дети, это свинина и говядина тушеная, которая выпускается в жестяных банках, имеет герметичность, вот, она защищена от попадания прямых солнечных лучей, что делает продукт намного привлекательнее, и в каждой экспедиции каждый человек, отправляющийся в поход, может свободно, без всяких опасок брать данную продукцию и употреблять ее либо с макаронами, либо делать какие-то там различные блюда, ну, то, что нравится именно непосредственно участникам данной экспедиции. Что хотелось бы отметить, в последнее время есть тенденция к спросу не только на свинину и говядину, и в последние 2-3 года большой спрос появился на мясо индейок и мясо кур. Ну, с чем это связано? Во-первых, очень много людей стали заниматься и вести здоровый образ жизни. Каждый из нас по мере возможностей, необходимостей старается все свое свободное время уделить занятию спортом. Мы, как компания, молодая компания, и всегда идущая и смотрящая вперед на те тренды, которые появляются в мире, всегда готовы поддержать людей, которые занимаются спортом, ведут активный образ жизни и тем самым позволяяя своим личным примером показать, что именно и занятие спортом, и здоровая еда, чем занимается наша компания одним из направлений, позволяет людям быть здоровыми и нашу нацию поддержать вот в таком здоровом духе, несмотря на это сложное сейчас вот время. Ну что ж, наверное, в первую очередь спасибо вам, Заяц, за то, что поддерживаете такого рода проекты, такие экспедиции. А мы ненадолго прервемся, у нас небольшая пауза, а совсем скоро мы продолжим подводить итоги 22-й комплексной экспедиции. Ну, Волжский рубеж, да? Она отчасти так же по-прежнему и называется, насколько я понимаю, да? Да, не совсем волжский, нет, здесь все-таки... Название меняется каждый год. В общем, продолжим мы совсем скоро, не переключайтесь. Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня», меня зовут Никита Васильев, мы работаем в прямом эфире, я напоминаю, можете звонить в студию по номеру 300-190 и задавать свои вопросы. А общаемся мы сегодня на достаточно интересную такую, увлекательную тему, мы подводим итоги вместе с нашими гостями 22-й комплексной экспедиции водными путями Великого водораздела 100-2021. Вместе с нами, вместе с участниками и организаторами экспедиции сегодня представители компании «Знаток», которые, в общем-то, помогли припасами, да, тем людям, которые вот в этот вот пеший поход, водно-пеший поход, да, правильно, я поправляю, отправились на неделю. Виктория, вот к вам следующий вопрос. Мы знаем, что в этой экспедиции были дети, да, вот Виктория Викторовна нам сказала. Что «Знаток», что ваша компания может предложить юным туристам и сладкоежкам, ну, если в походе захотелось чего-нибудь вкусненького, сладенького? Ну, Артур Евгеньевич уже сказал, что, в общем-то, вся линейка продукции «Знаток» подходит детям без проблем, но, естественно, всем детям им нужно с утра, днем, вечером, а может быть и ночью съесть что-то вкусненькое. Им надо попить чеку, что-то намазать на булочку, ложечку чего-то. Поэтому мы предлагаем детям ананасы, предлагаем персики, предлагаем вот у нас новинка клубника. Это полноценная замена фруктам. Вполне можно всем детям выдать прекрасный десерт, прекрасный полдник, прекрасное дополнение к ужину или каши, к завтраку. К чаю мы предлагаем линейку ягод, протертых с сахаром. Это натуральный продукт, он производится только из свежих ягод. Вот, наверное, лимон сейчас самый ценный продукт в нынешней ситуации. И линейку купажированных варенья, маленькие аккуратненькие баночки, очень удобно брать с собой. Возможно, удобно, да, каждому ребенку выдать вкус, который ему понравится. Поэтому все дети в любой прием пищи могут получить какую-то вкусняшку и остаться довольными. Я думаю, вот так вот. Ну, получается, да, в недельных же пеших походах сложно нести с собой фрукты, да, свежие. А вот в консервированном виде они, во-первых, хранятся дольше, да, но и своих полезных свойств, насколько я понимаю, не теряют. Нет, здесь полностью центральный состав. Свежие фрукты в сиропе крупными кусками. Ну, то есть их не надо там какой-то ложкой вылавливать. Всем можно вот спокойно их раздать. Никто не будет обижен. Все свое получится. Хватит на большую компанию. Да, хватит. Банка большая. И я думаю, что на заявленное количество детей у вас ее вполне должно хватить. Ну, надеемся, что в следующем году тоже, да, снабжение. Спасибо огромное. И от себя вот еще хотелось бы добавить, что хорошее настроение – это залог здоровья. Чем больше радости, веселья мы видим на лице наших детей, своих лицах, несем хорошее настроение и позитив, что очень сейчас многим не хватает в нашей повседневной жизни, когда мы все бежим, мчимся, стремимся. Ну, стремиться всегда надо к чему-то хорошему, поэтому мы бежим, и времени у нас не всегда хватает. Артур, ну, у меня как раз вот к вам следующий вопрос был. Мы видим, что вот вы принесли сегодня, да, некоторые, я так понимаю, да, образцы из вашей продукции. Линейка, она и так широкая, мы это видим, да, то есть фасоль, различные консервы, тушенка, сладкая продукция, да, вот о которой Виктория рассказала. Ну, есть ли дальнейшие-то планы по расширению и, в первую очередь, наверное, вот востребованный туристами жестяной тари, в которой продукты не портятся и сохраняются долго? Ну, конечно, есть, и мы над этими вопросами работаем, можно сказать, каждый день. У нас за последние 2-3 года линейка выросла порядка на 30 СКЮ, то есть это большой шаг, и это было достигнуто благодаря того, что полтора года назад наша компания приняла решение развивать не только отечественных производителей, но еще и выходить на международные рынки. И вот эти вот проведенные переговоры дали свой результат. И мы в своей линейке сейчас можем видеть такие продукты, как персики, ананасы, клубника. На данный момент мы прорабатываем вопросы поставок такого продукта, как манго, кокосового молока, что непременно скажется, употребление данных продуктов скажется на здоровье каждого человека. Что касается мясной линейки, мы не только поддерживаем людей, которые ведут здоровый образ жизни и пытаются правильно питаться, мы еще учитываем мнение гурманов. Что такое гурманы? Гурманы люди, которые любят такие вот изыски, язык, рулька, копченая. Для удобства покупателей мы начали работу по рульке 540 грамм, а перешли в связи с ростом цен, оптимизацией определенных расходов, мы выпустили и маленькую банку. То есть в этом направлении мы стараемся идти в ногу со временем и делаем все возможное для того, чтобы наша линейка пополнялась. Помимо тушенки очень хочется отметить нашу расширенную линейку по закускам. Мы специально сделали их в стеклянной банке для того, чтобы человек, подходя к полке, мог своими глазами увидеть состав данных продуктов. Это кабачки, баклажаны, закуска венгерская. Также линейку выпустили, расширяем линейку с фасолью. Если у нас было два наименования, это фасоль в томате и фасоль натуральная, то теперь у нас появилась и фасоль с грибами, и фасоль с овощами. И все эти блюда, они не требуют какой-то определенной подготовки к их употреблению. Даже придя домой после трудного рабочего дня, ты можешь открыть данный продукт, можно даже не разогревать. Поверьте, вот банков два присеста может просто... А если это большая компания, и это семья, и это сразу... Да, и дети, и взрослые все эти блюда едят с таким удовольствием. Просто вот похвала, можно сказать. Важный момент я услышал. Вот вы сказали, что мы прислушались к покупателям и решили немножко уменьшить объем вес старого. Вообще, мнение потребителей большую роль играет в процессе. Часто старайтесь, скажем так, следовать тому, что просят люди, на что обращают внимание. Мы всегда прислушиваемся к мнению людей. У нас есть телефон горячей линии, на который мы круглосуточно принимаем все пожелания, все претензии, которые есть по качеству товара. Мы ведем открытый, честный бизнес, готовим честный продукт. И поэтому нам скрывать нечего. Если люди задают вопросы, мы в любую минуту готовы на них ответить. Виктория, ну вот люди задают вопросы, я вам еще один вопрос задам. Расскажите, где можно приобрести продукцию, потому что, может быть, не все жители знают, куда идти. И вот не только, чтобы, допустим, на стол себе поставить, на обеденный стол или к ужину какую-то продукцию купить. А вот если, допустим, наши путешественники отправляются в долгий поход, им нужно большой объем приобрести консервов различных. Куда идти, где покупать, чтобы точно запастись на долгое время и на долгое время? Ну, самый простой вариант – сеть магазинов «Универсал». Мы там представлены полностью. Но сейчас очень развита, конечно, интернет-торговля. Озон, опять же, есть наша продукция. Утконос есть наша продукция. Можно без проблем заказать доставку. И, наверное, один из самых простых способов на всех баночках у нас есть – телефон горячей линии. Можно позвонить по нему, сделать заказ, проконсультируют, расскажут. Ну, показать, наверное, не смогут, но, по крайней мере, всю информацию дадут. Сформируют заказ, объясняют, где получить, как получить. Можно позвонить в офис наш по телефону 440811. Также там есть сотрудники, которые отвечают за этот вопрос. Они также могут проконсультировать и оказать всяческую помощь при формировании заказа. Наверное, для путешественников это наиболее удобно. Когда объемы большие, продукции нужно много. Да, они ее заказали заранее, они приехали, получили же все собранное, готовое в коробках, поставили в багажник машины и поехали. Не надо бегать по магазину, искать по всем полкам, собирать, складывать. Все уже упаковано, все готово, все собрано. Ну, объемы, я так понимаю, вот если речь идет о больших закупках, они ничем не лимитированы, да? Нет. Только исключительно ваше желание. Андрей Михайлович, ну, как вообще, довольны продукцией? Вообще, ну, насколько ценно в подобных походах вот объем и количество вот такого именно рода съестных припасов? Потому что, понятно, что переходы долгие и не все далекие. Да, поэтому переходы долгие и те продукты, которые содержат, ну, помимо того, что они вкусные, конечно, и их с удовольствием едят, еще очень важное свойство таких продуктов, они компактные. То есть, достаточно много калорий заложены в небольшом объеме. И объем этот, ну, выдерживает самые разнообразные проблемные ситуации, которые могут быть в экспедиции. Это и толчки, и удары какие-то. Если продукты, продукт у нас транспортируется на байдарках, там не всегда удается обойти препятствия на воде. Поэтому вот в данном случае, особенно в металлической банке, консерва являются очень-очень-очень востребованными. Ну, и кроме того, я хотел бы сказать, что никаких нареканий от членов экспедиции по поводу, ну, большое спасибо поварам, конечно, которые готовили, но и по поводу того, из чего готовили, и с добавлением чего, тушенка добавлялась, макароны и так далее, не было. И вот по себе я могу сказать, что обычно я теряю вес в экспедиции, надеюсь, что я потеряю. Но вот, но в этот раз, когда я в середине экспедиции вернулся по необходимости на пару дней, я понял, что я поправился на полтора килограмма за несколько дней. Это лучший вариант. Было такое, 22-я экспедиция. Ну, бывало такое? Да, я не думаю, что я взвешивался, да, но, как правило, это, в общем, не случается. Я хотела добавить, что члены экспедиции просили немножечко усилить и суп, и второе, чуть большим количеством баночек тушенки, потому что она была очень вкусная. И действительно, мы, благодаря тому, что у нас был некоторый запас, могли добавлять еще по лишней баночке, и, конечно, кан каши и кан супа все съедалось, все съедалось, а если оставалось, то это, ну, в общем-то, уходило на следующий прием пищи очень-очень быстро. Вот, и одна из участниц экспедиции должна была сойти с маршрута чуточку раньше, она делилась своими впечатлениями, что, приехав в город и зайдя в магазин, она тут же глазами, значит, нашла свою баночку тушенки, да, и с облегчением, что вот не нужно ничего искать и убеждаться в том, что качество хорошая продукция, она, ну, вот, приобретала эту баночку. А ваши подопечные, я имею в виду ребят, да, в том числе 17-й школы, насколько им понравилась продукция? Добавки просили? Так, ну, они просили что-нибудь сладенькое. Или в таких походах всегда регламентировано все-таки количество, вот расскажите, как. У нас, да, очень серьезно составляется меню, сбалансированное питание, так, чтобы калорий хватило на и переход, и на физические нагрузки, связанные с греблей. Вот, и поэтому количество продуктов, конечно, оно рассчитывается, но мы постарались сделать так, чтобы поход и меню в походе было сытным, и поход был более легким в связи с этим. Хотя мнения были разные. Вот были некоторые участники экспедиции, они говорили, ну, это много, это очень много, давайте немножечко поменьше. Но все-таки люди, которые бывалые, они говорили, что в походе главное быть сытым, а то друг друга съедим. И это на самом деле так. Питание у нас было превосходное благодаря фирме «Знаток», потому что мы могли и первое, и второе полноценное, даже компот, да, всегда в обеденный период времени нашим участникам подавать. И они, конечно, благодарили, были сыты, вас вспоминали добрым словом. Артур, ну и к вам вопрос, наверное, заключительный, да, в рамках вот нашего первого блока программы. Насколько важно для вас, для вашей компании поддерживать подобного рода проекты, вот как вот наша уже очередная, 22-я комплексная экспедиция? Вы знаете, от лица компании я хотел бы поблагодарить руководителей экспедиции, всех участников экспедиции, все, кто принимал в ней непосредственное участие, за то, что оказали нам, молодой, перспективной компанией ОО «Знаток», такое доверие. И мы, хочу от себя лично сказать, что мы, благодаря вот таким вот проектам, которые запускаются, которые направлены на активный образ жизни, еще раз скажу, что на здоровый образ жизни, мы готовы и дальше идти вперед, улучшать качество продукции, увеличивать линейку и, конечно, не забывать о наших самых маленьких и дорогих детях и расширять линейку сладостей. Поэтому спасибо вам огромное, что выбрали нам. Спасибо огромное. От лица всей компании и от директора лично. Виктория, ну и тоже, может быть, пару слов участникам экспедиции. Вообще, может быть, сами планируете в ближайшее время тоже? Потому что вот Артур нам сказал, что вы большой поклонник спортивных, да? У меня немножко другое направление. Там, конечно, тоже кормят по пути, но немножко другим продуктом все-таки. Вот. Я, конечно, желаю, чтобы экспедиция состоялась в следующем году. И вот, как нам говорят, все дети просят сладкого. Мы надеемся, что в следующем году мы все эти заявленные требования сможем удовлетворить. Ну, хотя бы по маленькой баночке варенья всем детям дать, чтобы каждый мог ночью под подушкой, ложечкой себя порадовать. В спальном матрасе. Да, чтобы не тащить много. Может быть, в жестяных каких-то, да, таких. Да, мы рассматриваем всякие варианты. Поэтому, да. И употребляя данный продукт, в частности, ягодку, малинку, напевали песню для хорошего настроения. Спасибо большое. Ну, надеемся, так и будет. И мы благодарим наших партнеров, друзей, компанию «Знаток» за участие в сегодняшней программе. Я еще раз напомню, что компания «Знаток» выступила партнером 22-й комплексной экспедиции, сейчас еще раз я точно скажу, как она называется, водными путями великого водораздела «М-100-2021». Мы прощаемся с представителями компании «Знаток», но мы не прощаемся с участниками экспедиции. После рекламы мы продолжим подведение итогов экспедиции с Андреем Валерьевичем Зиновьевым и с Викторией Викторовной Тимкиной. У нас небольшая реклама, не переключаясь, мы совсем скоро вернемся. Спасибо. До свидания. Мы возвращаемся. Я напомню, что вы смотрите программу «Тема дня». Мы сегодня подводим итоги 22-й комплексной экспедиции, которая называется водными путями великого водораздела «М-100-2021». До перерыва вместе с нами были наши партнеры, друзья, компания «Знаток», которая оказывала помощь организаторам экспедиции. Вместе с Андреем Валерьевичем Зиновьевым и Викторией Викторовной Тимкиной мы подводим сегодня итоги. Вот только что, буквально в эти выходные, экспедиция завершилась. Андрей Валерьевич, экспедиция, как и всегда, вот эта экспедиция, она носит наименование комплексной, историк, научно-патриотической. Вот расскажите поподробнее, что входит в понятие научной работы в данном случае, а какая работа ведется в рамках патриотической деятельности, и вот в чем именно эта комплексность и получается? Ну да, если взять латинское слово, от которого произошло наше слово «комплексное», значит «сложное». Это сложное в смысле состава и сложное в смысле того, что сложное из наших направлений. Вот вы упомянули несколько направлений. Это направление научное, это направление историко-патриотическое, хотя они проникают друг в друга и как-то сильно их разделить нельзя. Ну и направление туристическое, которое также является немаловажным, потому что по нашим следам с удовольствием пойдут люди, и вот то, что мы даже делаем, такие передачи, они лишний раз позволяют людям заинтересоваться не только дальними странами, сейчас это не всегда возможно сделать, посмотреть такие дальние страны, но и посмотреть то, что находится вокруг нас. И зачастую то, что находится вокруг нас, не все далеко знают. Вот та же самая мста, которая течет частью по Тверской области, а частью по Новгородской области туда экспедиция вышла, она имеет, по сути дела, горные участки. И такое название, как горные места, мы никак не ожидаем встретить в наших, казалось бы, горах в Тверской, да, и так далее. То есть вот в этом смысле комплексность экспедиции и выражается. Что касается научной части, это традиционно естественные исторические исследования, то есть это и природа по ходу экспедиции, это животный мир, который является частью природных объектов, частью природной составляющей нашего региона. Это и история. Мы проходим по очень интересным местам, экспедиция не случайно называется, Великим водным путем здесь издовно ходили люди, они не только здесь расселялись, но и использовали, в том числе, им стул в качестве дороги, когда они двигались из далеких северных морей в более теплые и привлекательные моря Южные и назад с товарами. Поэтому оставляя по пути памятники истории, памятники архитектуры, археологические памятники, они тем самым оставили для нас объекты для таких исторических исследований. Мы, конечно, не обладаем открытыми листами, мы не занимаемся профессиональными археологическими исследованиями, но какие-то начальные вещи, то есть описать курган, найти его, поставить точку на GPS, где он находится, найти какой-то другой интересный исторический объект, мы можем. И вот такие данные зачастую оказываются интересными для профессионалов в конкретных областях, как я уже сказал, это и археология, это история, это состояние памятников архитектуры, то есть в данном случае это и искусствоведы, это и Министерство по охране памятников и культурного наследия Российской Федерации. Все эти научные направления оказываются востребованными. Что же касается историко-патриотической, я думаю, Виктория Викторовна подробнее об этом расскажет, то мы традиционно воспитываем подрастающее поколение, и поэтому большую часть нашей экспедиции составляет именно молодежь, причем молодежь разновозрастная, начиная от ранних классов школьных, иногда даже до школьных классов, и заканчивая уже серьезными, сформировавшимися гражданами Российской Федерации старшеклассниками и студентами ведущих вузов Тверской области. Здесь мы смотрим и вспоминаем историю нашего края, здесь мы смотрим и вспоминаем и знакомимся с людьми, которые еще по счастью помнят какие-то события, которые связаны с последними яркими страницами истории нашего края. Это вот вторая часть. Ну и третья часть – это часть туристической, когда люди просто учатся, как себя вести в природе, не только смотреть вокруг себя, но и видеть. Это как раз помогают многие взрослые специалисты, которые традиционно приглашаются в экспедицию. Это ведущие ученые региона, это туристы с значками, мастера спорта, вот как был Гарри Семенович Гриевой, организатор этой комплексной экспедиции. О нем еще сегодня постараемся успеть поговорить. Это профессиональные педагоги, начиная с начальной и средней школы и заканчивая высшей школой. Немножко о маршруте расскажите. Вот тот самый Великий водораздел. Вот у нас есть, да, мы, наверное, сможем показать попозже. Что это вообще такое Великий водораздел? Насколько он значимую роль играет в истории нашей страны, да, вот этой территории? И почему именно этот маршрут был выбран? Чем он так интересен? Можете взять? Да, на самом деле, что такое водораздел? Водораздел – тот раздел, который делит воду, да? То есть это некое возвышение, с которого в разные стороны текут реки. Ну, в данном случае, почему он называется Великим водоразделом? На самом деле, водоразделов много на территории Российской Федерации, не только в мире. Великий он потому, что здесь реки текут в три очень значимых водоема. Чуть повыше можете понять, чтобы наши телезрители тоже увидели. Ну да, это вот так выглядит, на самом деле, разработанный маршрут, так как он выглядит перед, то есть здесь есть так называемый запланированный маршрут, и здесь есть маршрут, который мы выполнили. То есть как перед экспедицией, так и по ходу экспедиции мы пользуемся Google-картами, мы пользуемся трекерами, мы пользуемся GPS, мы пользуемся даже дронами, или дроном, во всяком случае, он есть у нас в экспедиции, которые помогают ориентироваться, помогают точно отслеживать наше положение. Это территория, еще раз, это территория Тверской и Новгородской областей. Территория Тверской, это Валдайский водораздел. Ну, потому что, как я уже сказал, отсюда реки текут в три значимых моря. Это Балтийское море, это Черное море, это Каспийское море. То есть традиционно здесь путешествовали люди, которые хотели не только расселиться и заселить еще неосвоенные земли, как это происходило, например, здесь в доледниковое время, в Палеолите, как происходило в большей степени в последниковое время, это конец Мезолита, начало и середина Неолита. Но и уже историческое время, когда люди торговали, занимались завоеваниями, знакомились друг с другом, осваивали мир, так называемую Айкумену, заселенную человечеством. И многие пути из Варягов в реки, как мы их называем, из Северных морей в Южные моря, должны были проходить через протяженные участки материка. И вот эти протяженные участки материка легче, конечно, было проходить по воде, потому что дорог еще тогда не было серьезных. Вот Тверская область, особенно Великий водораздел, он славится своими верховыми болотами. Почему отсюда, собственно говоря, реки-то истекают, вот эти верховые болота являются накопителями, концентраторами влаги. Поэтому реки в данном случае оказывались очень удобными. Понятно, что они не являются непрерывными. То есть они имеют свой сток, они не так хорошо проходимы всегда. Поэтому эта серия препятствий каким-то образом решалась нашими предками, решалась по-разному. Сначала это были волоки, когда через небольшие участки просто перетаскивали свои байдарки, байды, там, я не знаю, там, кочи, расшивы, да, по-разному назывались суда, на которых ходили здесь люди. Затем, когда здесь прочно осели государственники, появилась возможность привлекать людей для того, чтобы копать каналы. Поэтому появились водные системы, в данном случае царь Петр I является, наверное, зачинателем этой водной системы. А вот та водная система, по которой мы прошли, по части, которую мы прошли по Экемста, была доведена, наверное, до совершенства нашей великой царицы Екатерины Великой. Да, и вот мы через ряд поселений проходили, где следы той самой... Там деятельности. Ну, вполне, да, той эпохи остались. Это и замечательные гранитные набережные, которые любила Екатерина, ну и, например, те же самые книгты, которым швартовались в свое время барки. Аня Иванович, у нас есть телефонный звонок, я предлагаю послушать. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Добрый день, меня зовут Валерий Львович Пленкин. Я руководитель ассоциаций выпускников нашего Тверского госуниверситета. И хотел бы обратиться к Андрею Валерьевичу Зиновьеву. Ну, прежде всего, вам большое спасибо, что занимаетесь такой большой, важной работой. Несмотря на то, что у вас сейчас нагрузка большая, как проректора нашего университета, приходится много работать, знаю. Но сегодня мне хотелось бы сказать, что такую работу надо развивать не только небольшой группе, не только 17-й школой. А вообще, это очень хороший вид патриотического, исторического и экологического образования нашего подрастающего поколения. Поэтому от всей души желаю вам, чтобы число таких людей, как вы, ваши партнеры, коллеги, умножилось. И как бы вот министерство нашего образования более активно бы занималось такими вопросами, а то его что-то не видно и не слышно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Валерий Львович. Вопросы не было, были пожелания. Совершенно замечательные. Мы знакомы с Валерием Львовичем. Хотел бы сказать, что состав экспедиции от года в год меняется, и в нем принимают очень активное участие, в том числе, студенты Тверского государственного, не только Тверского государственного университета, об этом я упомянул, студенты наших региональных вузов. Ну, вопроса не было, но было такое достаточно хорошее, весомое пожелание, да, замечание расширять, привлекать все больше. Виктория Викторовна, ну вот попробуйте, как расширять? Министерство образования, да, хороший вопрос был поставлен, да? Вы как бы в этой системе трудитесь, работаете. Как расширять? Что делать для того, чтобы больше и больше людей разных социального статуса, разного возраста участвовали в подобных экспедициях? Да, ну, хочу сказать, что Министерство образования и вышестоящие органы над школами, они очень содействуют на самом деле, очень содействуют всем нашим начинаниям и всем нашим инициативам. И, несмотря на то, что, может быть, они как-то вот не заявляют очень широко об этом, не часто, может быть, как-то мы об этом слышим, скорее это связано с тем, что условия, да, вот нашей жизни в последнее время, пандемии или до этого, условия, когда ребятки стали чуть слабее здоровьем, да, когда вот учителя физкультуры подмечают, что вот ребенок на уроке просто амат, значит, вот как-то ударился, и у него уже словно ключица. И вот эти вещи заставляют наши вышестоящие организации очень быть осторожными, предъявлять огромные требования к организации тех или иных туристических лагерей, походов, так, чтобы каждый ребенок остался здоров, чтобы он вернулся оздоровленным, более сильным, и ни в коем случае не сломал себе что-то, да, и как-то вот не было там мрачено, вот это его пребывание на отдыхе какой-то травмой. Вот эта проблема очень серьезная, и здесь не министерство виновата, а, наверное, вот реальные наши жизни, и как-то в комплексе надо эти вопросы рассматривать. Я, наоборот, хочу сказать, что вот в последнее время мы имели возможность именно благодаря вышестоящим организациям приобщиться и встретиться с такой замечательной еще одной группой, инициативой, проектом «Наследники Витуса Беринга». И чуть-чуть, да, совсем недавно приезжала экспедиция «Московская школа». И ведь мы встречали эту экспедицию именно благодаря тому, что вот нам об этом и было сказано и оповещено с Управлением образования и Министерством образования. Вот, это первый момент. Теперь второй момент. Конечно, система работы, воспитательной работы в школе, патриотической работы в школе выстраивается очень серьезная, и выстраивается она годами в связи с изменениями и с введением новой программы образования и воспитания. Сейчас вот мы находимся в таком состоянии, когда некоторые вещи пересматриваем, принимаем новые нормативные документы, потому что каждая школа должна написать такую программу с учетом собственного опыта, с учетом собственных каких-то традиций. И в нашей школе эта программа, эта система, конечно, очень завязана на туристический клуб «Непоседы», на школьный музей имени Алексея Тихоновича Севастьянова и на такого человека, который отдал нашей школе 35 лет, это Горевого Гаррия Семеновича. Естественно, то, что сделал Гаррия Семенович, выходит за рамки школы. И недаром вот среди наших участников этой экспедиции, предыдущих экспедиций, людей из разных областей, детей из разных школ, очень-очень много. И для всех все всегда открыто. В этом году количество людей экспедиции, ну, в среднем где-то 21-23 человека, было понятно, условия коронавируса тоже нам не позволяли слишком большое число участников вести в эту экспедицию. Мы старались отдать предпочтение семьям, где вот родители с ребенком, так, чтобы все было очень хорошо и безопасно. Система работы патриотической связана с тем, что мы целую группу мероприятий в течение года выстраиваем под то, что в конечном итоге должно реализоваться в нашем походе. Например, в нашей школе есть такой фестиваль, который называется «Фестиваль Многоликая Россия». Посвящен он Дню Народного Единства. Каждый год этот фестиваль имеет какую-то другую тему. То сказки народов России, то какие-то образовательные вещи на территории России. И каждый раз мы сначала в теории с ребятами, привлекая различные источники знаний, часто и ассоциацию тверских землячеств, узнаем что-то о тех народах, малых народах, которые в нашей родине живут и непосредственно в нашем крае тоже существуют своими малыми такими ассоциациями, какими-то группами представлены. И затем очень хорошо, когда летом можно пройти по маршруту, где, например, увидеть карельские деревни и узнать, как это на самом деле. Но это одна часть деятельности. Вторая часть деятельности, конечно, связана с увековечиванием такого важнейшего события, как Великая Отечественная война. И здесь в школе мы тоже собираем информацию по крупицам о родственниках, о бабушках, дедушках, прабабушках, уже прадедушках, ребят, которые у нас учатся, но их родные принимали участие в Великой Отечественной войне. И очень здорово, когда затем ребята вот в таком тоже туристическом походе могут видеть места, где, возможно, воевали их родные, их предки. И это дает дополнительный импульс, внутренний такой интерес, необыкновенный, да, возможность заниматься родоведением. Это дает возможность ребятам полюбить свою родину, как малую родину, так и большую родину, и стать патриотом. То есть получается, да, что ты вот здесь сейчас читал в учебниках, изучал в книжках, вот ты на собственном опыте в течение недельного похода видишь, трогаешь, ощущаешь. Я знаю, что и приводится в порядок различные захоронения, да, братские и так далее, и так далее. Ну что ж, у нас, к сожалению, заканчивается время нашей программы. Мы благодарим наших гостей сегодняшних. Я напомню, что вместе с организаторами и участниками непосредственной экспедиции, 21-й комплексной экспедиции водными путями Великого водораздела, 100-2021, мы подводили, собственно, итоги этой экспедиции. Вот совсем недавно наши путешественники вернулись из похода, продолжался он неделю, затронул он территории двух областей, Тверской и Новгородской. И вот мы сегодня попытались вот за этот вот скоротечный час как бы подвести итоги, что удалось сделать. Ну, наверное, не будем говорить, что не удалось, все удалось, Андрей Валерьевич, да, или так резюмировать? Да, в общем, все удалось, и даже Новгородская область в этом смысле показала себя великолепно, потому что мы там познакомились с чудесными людьми, которые, как я уже сказал, из села Ровного, что на правой строге реки Мсты, там есть и общественное объединение родник, там есть веревочный лагерь. Надеемся, эти связи не прервутся. Спасибо вам большое за участие. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи. Продолжение следует...